Украинские военные В Международном авиасалоне в Дубае два транспортных самолета. Госпредприятие «Антонов» привезло в Объединенные Арабские Эмираты прототип многоцелевого транспортного самолета «Ан-132» и военно-транспортный самолет короткого взлета и посадки «Ан-70». Программу «Ан-132Д» «Антонов» представили вместе с партнерами из Саудовской Аравии. В демонстрации участвовали летчик-испытатель второго класса Богдан Загорулько и летчик-испытатель третьего класса Андрей Горин. Также обсуждались вопросы о серийном производстве «Ан-132», разработках новых модификаций и послепродажного сопровождения самолетов в странах Ближнего Востока и Северной Африки. В Китае разрабатывают крупнейшую систему слежения за людьми. На улицах установлены десятки миллионов камер. И теперь технология умеет быстро распознавать лица. Все благодаря новым разработкам и огромной базе данных. Сюй Чихэн – сооснователь «Сэнстайм». Компания специализируется на технологиях распознавания лица и является одной из тех, что стоят за созданием государственной системы слежения. «После 2014-го мы столкнулись с трудностями в идентификации при помощи человеческих глаз. Технология оказалась очень востребованной. Например, мы можем использовать распознавание лица, чтобы автоматически определять, принадлежит ли идентификационный документ конкретному человеку». В других странах подобные технологии критикуют за нарушение права на приватность. Однако в коммунистическом Китае многие не против, чтобы за ними следили. «Я не возражаю. Я не сделал ничего такого, за что меня нужно фотографировать. Думаю, это не страшно». Правозащитники и общественные активисты говорят, что технологию будут использовать, чтобы преследовать диссидентов и нарушать права человека. Разработчики отвечают, что дело тут не в технологиях. «До создания этой технологии работу выполняли люди. Вопрос в том, что технологии стали более продвинутыми. То, о чём люди беспокоятся, вызвано их недовольством политикой властей. Другими словами, решать проблемы нужно не с технологическими компаниями». Власти в настоящее время разрабатывают новую технологию, которая в течение нескольких секунд сможет определить любого гражданина посредством камер слежения. Для этого собираются использовать технологии распознавания голоса и походки. Во Франции отметили годовщину первого полёта на воздушном шаре. Состоялся он 21 ноября 1783 года на окраине Парижа. «Полёт дарит необыкновенные ощущения. Это искусство навигации в воздухе. Это мечта. Это нечто особенное. Быть подвешенным в воздухе к шару – представляете, что это означает? Мы знаем, откуда взлетим, но не знаем, где окажемся. Это приключение и это замечательная школа терпения. Я всегда говорю – воздушный шар торопится, чтобы потом ждать». Изобрели воздушный шар братьям Монгольфия. А первыми поднялись на нём в небо французские аристократы Франсуал Лоран Д'Арланд и Пилатер Д'Арозье. Полёт начался в Болонском лесу. Шар поднялся на высоту в 900 метров и за 25 минут преодолел 9 километров. Полёт успешно завершился на холме Бюто-Кай. С тех пор увлечённость людей полётами на аэростатах только росла. «Вы можете либо подняться, либо опуститься. Но, к счастью, в отличие от поверхности земли, здесь есть разные потоки ветра. У них разные скорости направления, поэтому можно попасть в поток, который больше идёт вправо или влево, быстрее или медленнее. Можно экспериментировать». В праздничном событии приняли участие пилоты 50 воздушных шаров из восьми разных стран. Субтитры создавал DimaTorzok